Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале Вкусная Еда с Хадиджей. Я очень люблю готовить маффины круглый год, особенно с разными дополнениями. И сегодня мы будем с вами готовить очень вкусные маффины с клубничным конфитюром из свежей летней сочной ягоды. Всем желаю удачи на кухне! Давайте начнём приготовление. Первым делом приготовим конфитюр. У меня 500 грамм ягодки, клубники. Нарезаем на небольшие кусочки. У нас ещё конфитюр должен успеть остыть, чтобы он стал немножко густым. Такие маффины можно готовить с любой ягодой, со свежей, замороженной, сконсервированной. Даже на случай, если вдруг в зимнее время у вас нет ягоды ни той, ни другой, вы можете просто приготовить с вареньем. Это тоже очень вкусно. Нарезаем всю ягодку и идём готовить конфитюр. Перекладываем в ёмкость. Нам нужно клубнику немного измельчить погружным блендером. Вот обратите внимание, есть небольшие крупинки клубнички, то есть это не пюре. И сейчас будем уваривать с сахаром. Отправляем на средний огонь. Желательно брать посуду толстостенную и с антипригарным покрытием. Итак, посмотрите, у нас выпарилась влага. Мы уваривали 20 минут. Масса уже практически готова. И мы сейчас сюда добавляем сахар. Сахара 250 грамм. Желательно брать мелкий. Все хорошо смешиваем и увариваем еще минут 10-15. И сюда же половинку лимона выдавливаем сок. И все хорошо смешиваем. Огонь средний. Посмотрите, какая масса у нас стала насыщенная, красивая, яркая, какая ароматная. Вот в таком виде конфитюр можно закатывать и на зиму. Очень вкусный получается конфитюр. И сейчас мы увариваем его. Вся влага должна выпариться. Сейчас уже огонь уменьшили. Ниже среднего и увариваем. Масса должна загустеть. Не забываем помешивать, чтобы масса не пригорала. И сахар не должен чувствоваться. Пенку ничего снимать не нужно абсолютно. Как раз благодаря этой пенке тоже будут желирующие свойства. Масса уварилась. Прекрасная. Посмотрите, какая масса. Выключаем и дадим ей полностью остыть. Накрываем плёночкой в контакт и в прохладное место. Пусть остывает. Итак, смешиваем сейчас сухие ингредиенты. Здесь у меня 325 грамм муки белой высшего сорта. Всегда заранее просеиваю. Сюда же добавляю щепотку соли. Чуть-чуть. А также где-то одну столовую ложку разрыхлителя. Сюда же добавляю ванильный сахар. Где-то 3 грамма. И всё хорошо смешиваем. Сразу включаем духовку на 200 градусов. Отправляем в ёмкость масло 113 грамм. Надо масло взбить до побеления массы. Добавляем 200 грамм сахара мелкого. И всё хорошо взбиваем. Взбиваем где-то минутки 3-4. И сейчас добавляем цедру одного лимона либо апельсина. Нам нужна только его желтенькая часть. И сюда же сейчас по одному будем вводить 2 яйца и взбивать. Собираем всё со стенок миски и продолжаем дальше взбивать. Сюда же добавляем 160 миллилитров молока либо сметаны либо кефира. Буквально одну минутку взбили и сюда добавляем сыпучие продукты. И всё аккуратно начинаем вымешивать лопаткой. Всё хорошо вымешиваем до однородности и сюда же добавляем 120 грамм белого шоколада. И всё аккуратно вымешиваем. Обязательно проходимся по дну, чтобы не залеживалась там у нас мука, не было комочков. Всё, масса абсолютно готова. Подготовим формочки. У меня керамические. Очень люблю в них готовить маффины, кексы. У меня специальные бумажные корзиночки. Вот так извлекаем и укладываем аккуратно. Духовка у нас уже разогрета. И сейчас сразу будем заполнять и отправлять выпекаться. Заполняем две трети формы. Мука может отличаться, яйца могут отличаться. Поэтому сначала заполняем формы. Если останется, ещё добавим формочки. Масса будет ещё увеличиваться, поэтому две трети. Вот так массу слегка притапливаем, чтобы она полностью заполнила нишу. И сейчас по ложечке выкладываем конфитюр сверху. Готовим штрейзельную крошку. Добавляем 90 грамм муки, 100 грамм сахара. Нам нужно всё хорошо смешать. И сюда же добавляем 85 грамм сливочного масла. И всё смешиваем. Должна получиться масляная, очень вкусная крошка. Можно, конечно, немножко муки добавить, но я добавлять не буду, чтобы крошка оставалась очень нежной. И сейчас сверху посыпаем маффины. Вот так засыпаем сверху и распределяем. Я очень люблю тёртые пироги. Так же, как я собираю маффины, можно так собрать пирог тёртый с любой ягодной прослойкой. Проверяем зубочисткой готовность наших маффин. Посмотрите, прекрасно. Они выпекались при 200 градусах 38 минут. Итак, дорогие друзья, у нас на кухне пахнет очень вкусно и ароматно. Вы даже не представляете, какие они получились вкусные. Тонкий нежный вкус белого шоколада прекрасно сочетается с клубничным конфитюром. Они получились очень влажные маффины и очень вкусные. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна. Впереди нас с вами ждет еще очень много вкусного и интересного. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до свидания, до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.